Для Веры и Ерофеева это уже одиннадцатый концерт ко дню пожилых людей на сцене Алматинского дома ветеранов. Здесь она нашла новый дом, тепло и заботу. Трехразовое питание у нас. Постели нам меняют, стирают, убирают. Мы живем, я не знаю, кому не нравится, я ничего не могу сказать. Мне все это нравится. Мне все нравится, потому что я одинокая. Две тысячи тенге в день – это размер содержания на одного человека в доме ветеранов. Здесь живут несколько сотен пожилых людей, самой разной судьбы. Здесь есть даже герои Советского Союза. Сюда они попали, потому что стали ненужными в большом мире. У нас трудность в том, что инвалидов приходится возить. Конечно, мы договариваемся с лечебными организациями, чтобы комиссия приезжала сюда. Но для них это трудность в том, что им удобнее на рабочем месте принимать. У них там аппаратура вся для обследования находится, и трудно вывозить куда-то. Вот в этом трудность. А вывезти инвалидов тяжело. За 40 лет трудового стажа – самая минимальная пенсия. В прошлом инженер-механик Дмитрий Хинсерович после развала Советского Союза оказался без работы. Перебивался случайными заработками. В итоге на пенсию не накопил. Теперь остается только завидовать американским и европейским пенсионерам. Не зависело от детей нам, как за границей. Накопительный фонд у нас сейчас 10%. Не надо максимально 40%. Хотя бы 25% нам пенсионерам после хватит ездить за границу и отдыхать спокойно. Жизни современных казахстанских пенсионеров не позавидуешь, говорят эти парни и девушки. Как пенсия нормальная должна быть по-любому, если работать хорошо. Будем добиваться всячески того, чтобы нормально обеспеченная старость была. Старость, чтобы много было здоровых детей, старших на ноги и внуков, чтобы с ними проводить время, путешествовать, ездить, чтобы хватало средств и здоровья на все это. Чтобы жить, главное, не здесь. Чтобы жить где-нибудь в Европе, где старость может быть прекрасной вещью. Здесь она не очень. Дом, чтобы был свой. Чтобы не ходить по квартирам. Чтобы в старости уже был свой дом, свой достаток. Это определенная должность. В День пожилых людей в Казахстане более 220 тысячам человек окажут материальную помощь, сообщают информационные ленты. Так, например, в семье 2500 пенсионеров получат по 3000 теньги или без малого 20 долларов. Где-то устраивают благотворительные обеды. Этих стариков никто никуда не приглашал. Каждый день в парке в самом центре Алматы за шахматной доской или игрой в домино или карты собираются с десятков пенсионеров. Руман Нуркенов – полковник в отставке. Он завсегда до этого клуба по интересам под открытым небом. Начнем. Это самое главное богатство для любой страны – это люди. Пенсионеры могли бы жить намного лучше, с моей точки зрения. Почему я так считаю? Потому что я знаю, что в Казахстане имеются все возможности для того, чтобы жили люди не только пенсионеры, но и все люди жили намного лучше, чем сейчас мы живем. У нас не только нефть, газ, да у нас все есть, все что угодно. Размах празднований в День пожилых в духе советских мероприятий для галочки. Яркая демонстрация того, что в стране, которая ставит перед собой такие амбициозные цели, не научились быть благодарными простым людям, которые дороже нефти и золота. Спасибо. Спасибо.